Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня пятница, прилетел Зур, прилетел он у нас на башню, вот здесь он располагается. Роковая ангрома идет одна на три... Роковая ангрома идет одна на три персонажа, подходите к покупке с умом, так как достаточно дорогая, дает вам недостающую экзотику. Пятерка мечей дает возможность настроить сумрачный налет так, как вам удобно. Зур нам сегодня привез холодное сердце, напоминаю, что на эту экзотику есть катализатор. В свое время это была такая полуэксклюзив, да, для... Если вы предзакажете на ПК, но это было полуэксклюзивом, наверное, в течение недели, не более. Что касается самой винтовки, ну, обычная такая лучевая винтовка, по-другому я не скажу. В ПВП лучше какой-нибудь там волнолом использовать или там на крайняк линзу Прометея. Для ПВЕ возможно для зачистки трэша, но для этого есть и более качественная экзотика. Идет во второй слот. На охотника он привез радар тупиц, где может подойти эта экзотика. В инерции, скорее всего, и не более того. Работает по принципу как мида, да, когда вы прицелились, у вас показывается радар. На самом деле это удобно, но жертвовать ради этого экзотик с лотом такое себе. На титан он привез инструментарий. Для электротитана это фактически бессмысленно, потому что, если вы играете через верхнюю, понятное дело, ветку, потому что там уже идут две гранаты, третью гранату вам не даст. Но если вы играете там через нижнюю или среднюю, тогда да. Что касается у нас огненного титана, фактически я считаю это для огненного титана, потому что и гранаты достаточно интересные, да и как бы цена-качество. Что касается пустотного титана, да, конечно, можно поставить, у вас там будет там две гранаты подавляющие, например. Но на титана пустотного есть более качественные экзотики. Ну и на варлок он привез корону бурь. Куда это применимо? Для электроварлока, если вы когда находитесь в ульте, убиваете и продлеваете себе тем самым шторм, да, то есть ульту варлока. Хорошая вещь, если вы играете электроварлока. В общем, Зур сегодня привез неплохие вещи, если брать титановскую броню в свое время, я много и играл. Когда она была актуальна, конечно, сейчас она менее актуальна, но это хорошая экзотика. Радар тупит ситуативно, на электроварлока хорошая экзотика. Что касается лучевой винтовки, ну, ни рыбы, ни мяса. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим палец вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!